Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек, не только приходящий в Церковь Божию, но и живущий в миру, конечно, задает себе вопрос, что будет потом после нашей земной жизни. Это вопрос, наверное, очень важен для каждого из нас, потому что мы знаем, что мы уже никогда не родимся заново, но будем жить в том качестве, в котором мы окончим нашу земную жизнь. И вот сегодня от имени, наверное, всего человечества, которое когда-либо жило на земле, юноша обращается к Богу-человеку Христу, и говорит ему, как раз вот это главное, главное задает вопрос ему. Что подвигло юношу задать именно Христу этот вопрос, мы не знаем, потому что Христос, Бог, на земле ходил как человек, в образе человеческом. Ну вот что-то у юноши произошло, и он обращается к нему, и задает самый главный вопрос от имени всего человечества, от имени всех людей, независимо от национальности, пола, возраста, профессии, сословия. Учитель благий, он говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Представьте. Сегодня приходит огромное количество людей в церковь, в храмы приходит много очень, в монстры, и все говорят о своих проблемах, сразу о проблемах. Но здесь юноша, значит, у него есть родители, он живет в традиции своего народа, и он размышляет о вещах другого порядка совершенно. Он думает о том, как же ему прожить жизнь, он еще юный совсем, но он уже размышляет о том, как же он должен прожить жизнь свою, чтобы иметь жизнь вечную. Во всех толкованиях на эту часть Евангелия, на этот текст евангельский, сказано, что юноша понравился Христу, потому что даже его ученики, которые были с ним, он их избрал, он их избрал. Этому сказал, иди за мной, этому сказал, иди за мной. А здесь сам подошел юноша, ни о каких проблемах не говорит, он говорит о самой главной проблеме. Мы едим с вами, пьем, мы имеем профессии, мы имеем специальности, должности, мы вступаем в браки. Все это понятно. Но что будет дальше? Это же не будет вечно. Это когда-то закончится. Когда-то окончится жизнь нашего тела. Когда-то окончится брачная жизнь. Когда-то дети наши вырастут и сами станут жить самостоятельно. А здесь юноша, юный человек совершенно, сказано, точно юноша. Даже не молодой мужчина. На Руси была точная деградация. Кто в каком возрасте и было определение. Юноша – да. Молодой мужчина – да. Зрелый мужчина – да. Мудрый мужчина – да. Юноша размышляет. Значит, какие-то особые родители у него. Он живет в каких-то особых условиях, но нигде в другом месте мы не видим ничего подобного. У другого евангелиста тоже есть, но речь, видимо, идет тоже о нем же. Я умышленно отодвигаю, как бы и не тороплюсь с ответом Христа, чтобы мы поняли вот это самое главное, что должно быть в нашей жизни. Мы молимся, а что со мной будет дальше? Мы постимся, а что со мной будет дальше? Мы исповедуемся, а что будет со мной дальше? Мы продолжаем жить в этом мире, а что со мной будет дальше? И Христос отвечает юноше. Он нам всем преподает сразу урок в одном слове только. Что ты называешь меня благим? Христос говорит ему. Благой только Бог. Сразу нам показывает, что без Бога не до порога. Что без Бога ничего на земле творить не можем. Сразу. Благ только Бог. Пока мы в человеческой природе, сложно говорить о нашей благости. И дальше Он нам показывает через этого юношу, отвечая Ему, показывает два качества и, скажем, два пути, которые очень важно нам не забыть, опомнить и себя как-то ассоциируют с одним из этих путей. Потому что Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. И Он нам сейчас показывает один из путей, который ведет в жизнь вечную. И Он говорит ему, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы наследовать жизнь вечную, добавим в Царствие Божие. Потому что есть в Царстве Божием жизнь вечная, в Царстве Божием и в Царстве дьявола, в аду. Вот чтобы наследовать нам жизнь в Царстве Божием, чтобы нам продолжить жизнь в Царстве Бога, чтобы нам встретиться все вместе в Царстве Бога, Господь говорит, живи по заповедям, и говорит ему о шести заповедях. Говорит, ну, надо жить по заповедям. Смотрите, он не говорит ему о профессиональной деятельности. Он не говорит ему о каких-то делах из деятельности. Он говорит ему поведение из отношений. Отношения. Смотрите, он говорит ему, не уби ему, говорит. Дальше он ему говорит, не прелюбодействуй. То есть брак должен быть крепкий. Он его как бы наставляет на будущую жизнь. Ты вступишь в брак, не прелюбодействуй. Значит, кто прелюбодействует, тот что? Тот не наследует жизнь вечную. Кто убьет, тот не наследует жизнь вечную. Дальше он ему говорит, не лжесвидетельствуй. У нас 11 колоний сегодня в нашей епархии. Огромное количество людей там находятся незаслуженно. Их просто оклеветали. На них лжесвидетельствуй совершили. И он точно сразу отрубает, не лжесвидетельствуй. Сколько людей за эти 25 лет погибло? Сколько людей в советское время погибло? Просто на них взяли, накриветали и написали. Лжесвидетельство страшно. Даже когда мы осуждаем с вами, мы лжесвидетельствуем, потому что часто мы не видели. Мы говорим, вот президент тот и самый, а мы что, рядом с ним были? Мы можем встать на его место и сейчас повторить то, что он делает. Когда мы не можем справиться с одним ребенком, мы лжесвидетельствуем. Поэтому Господь сразу отсекает это, говорит, не судите. Он говорит, не судите. Потому что мы судим, не имея следственного материала. Мы просто слышали, нам кто-то сказал об этом, и мы повторяем это. Мы лжесвидетельствуем. Мы же все лжесвидетели. Итак, он сразу нам дает основание. Не лжесвидетельствуй. Дальше он говорит нам, чти отца и матерь твою. Как можно не почитать тех, кто нас родил? Кто нам дал вот эту природу, чти отца и матерь твою. Смотрите, просто как. Пройдите сегодня по всем домам. Соберите все слезы матерей, у которых дети родные отнимают последние деньги. На водку, на прочее. Посмотрите, сколько сегодня матерей говорят, лучше бы я тебя не рожала. И когда мне пришлось быть в колонии, где женщины за убийство сидят, я насмотрелся на этих женщин, которые что делали своими родителями? Женщины, не говоря мужчинам. Итак, Господь говорит вот эти начала. Но он самое главное нам говорит о заповедях Бога. Он не говорит о профессиональной деятельности. Какие мы столевары, какие мы бухгалтеры. Он говорит об отношениях между людьми. Вот что самое главное. Если мы убиваем друг друга, да мы хуже зверей. Разве кошка убьет своего ребенка? Разве собака убьет своего щенка? Разве львица убьет своего львенка? А мы сделали в прошлом году, убили 8 миллионов детей. Мы сегодня 2 миллиона детей имеем беспризорными, которых родители бросили. Женщина встает с кушетки, на которой она родила ребенка, и говорит, возьмите его себе. Вот что такое жить без Бога. Но мы сегодня уже в другом находимся вопросе. Мы находимся в вопросе, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Посмотрите. Убийцы, клеветники, лжесвидетели, те, кто не почитает отца и матери, жизнь вечную не наследуют. Люди, которые сегодня не идут в церковь, их не интересует нравственная жизнь. Их не интересует вопрос, что будет после этой жизни. Если человек не думает о себе, что со мной будет после этой жизни? Как его назвать? Животное? Птица? Кто он? Насекомое. Вот где трагедия всего нашего народа сегодня. Какая национальная идея России? Какая национальная идея России? Патриарх Алексей приезжает, приходит в Европейский парламент, в Европейский парламент. А члены Европейского парламента, патриарху Алексею, когда он еще был жив, задают вопрос. Как вы относитесь к гомосексуализму? Скажите. Патриарху задают вопрос. Он отвечает просто. Это болезнь, он сказал. Он сказал, это болезнь. А мы еще добавим, что это грех. Это болезнь греха. А на сегодняшний день, если мы поедем в столицу Европы, избирают президентами и мэрами городов гомосексуалистов. Значит, уже ни о какой вечной жизни никто не думает. Все уже. Здесь пожить, здесь насладиться и конец. Если мы переведем с вами слово брак, возьмем его из закона, брак это отношение мужчины и женщины. Но не отношение же двух мужчин. Значит, это не брак. Это болезнь. Поэтому на сегодняшний день мы слышим первую часть вот этого пути. И вдруг неожиданно, когда Христос ответил ему на эти вопросы, чтобы что-то нужно иметь в жизни вечную, он слышит от юноши. Этот юноша говорит удивительные слова, он говорит, что я, говорит, живу так с моего рождения. То есть для него эти заповеди в крови его, они в его природе, эти заповеди. И если он ступит в брак, он никогда не изменит своей жене. Он никогда не убьет человека. Он никогда не возьмет чужого. Он будет всегда почитать и мать отца. Посмотрите, какой юноша. Вы хотели бы иметь таких сыновей? Да какая мать такого сына не хотела бы иметь? Когда моя мать уже клонилась к отходу из этого мира, я говорю, мам, прости меня, я так тебе много огорчал. Она говорит, нет, ты очень хороший мой сын. Поэтому для каждой матери это так дорого и важно. И вдруг неожиданно, когда Христос и ученики слушают этот вопрос, они рядом с ним здесь, когда Христос услышал вот этот ответ этого юноши, он ему открывает второй путь, видя, что юноша еще не в браке. Он только еще начинает свою жизнь так же, как и Иоанн, будущий Иоанн Богослов, который его уже ученик, апостол, тоже девственник. И он тогда юноше показывает второй путь. И он говорит, ну если ты хочешь быть совершенным, совершенным, и Господь показывает, что в Царстве Божьем есть разные обители. Он так и говорит в другом месте. У отца моего обителей много. Значит, есть обители вот такие, а есть вот такие. И он говорит, если ты хочешь быть совершенным. И здесь он ему задает некий вопрос, который поверх этого юношу в полное смятение. Он задает вопрос Богу. И Бог видит его внутренний мир и говорит ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай твое имение, раздай нищим и приходи ко мне и следуй за мной». Посмотрите, Бог говорит человеку, а ты следуй за мной. Ты приходи ко мне, будешь со мной жить вместе с моими учениками. Бог предлагает ему. И вдруг мы видим, природа человеческая не так просто устроена. И вдруг ученики, которые тоже вроде бы обрадовались, смотрите, какой юноша интересный. И Христос радуется, они видят, как учитель радуется. Какой юноша, живет по заповедям. И вдруг, если ты хочешь быть совершенным. И здесь мы вспоминаем два обращения Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я с упокою вы». И второе. «Много званых, но мало избранных». Юноша опечалился, когда услышал, что он должен пойти продать имение, раздать нищим, прийти к Христу и следовать за ним. Опечалился, не задавая больше никаких вопросов, отошел от него. Сложный момент. Почему? Бог призывает юношу, который не женат еще. Юноша видит, какие творит чудеса Христос. какие слова, говорит, если бы он не верил ему, если бы он, о нем было бы другого мнения, разве он подошел бы к нему, чтобы спросить его? Конечно, юноша видел в этом человеке, богочеловеке и Христе, уже как минимум пророка, как минимум мудрейшего человека из тех, кого он видел. И вот этот авторитет для него, этот эталон из людей, когда ему говорит о том, что иди продай свое имение, приходи и следуй за мной, вдруг просто разворачивается и уходит. Много званных и мало избранных. Мне когда-то пришлось читать, что у евреев считалось, что если ты богатый, тебя любит Бог. Когда мы сегодня с вами поедем в Европу, мы увидим, что нищим никто почти что не подает. Никто. Я каждый раз, когда бываю за границей, все время смотрю, где нищие, подает ли кто-нибудь? Не подают. Никто не подает нищие. В Германии никто не подаст. Идите, просите, никто вам не даст копейки. Потому что каждому дается ты свободный человек, иди зарабатывай для самого себя. Почему я должен своими деньгами делиться с тобой? Я работаю, а ты сидишь, побираешься. И юноша опечалился. И юноша опечалился. И юноша отошел. Все. Он не смог в себе переступить вот этот порог. А ученики все время ходят с Христом в течение трех с половиной лет, и он дает им все время толкование на заповеди свои, которые он говорит, на притчи. Притчами он дает толкование на заповеди. Что же скажет? Как сейчас, какое даст толкование Христос? И вдруг Христос ученикам говорит как свидетельство о вот этих деньгах, которые люди наживают. Всю жизнь люди стремятся иметь много денег. Даже называют богатство, хотя многие деньги добыты явно преступным путем. И богатством их назвать нельзя. И он как бы всему человечеству, людям, которые стремятся иметь много денег, потому что за деньги можно купить женщину, за деньги можно себе мужа купить, любую одежду, любую пищу, поехать в любой конец земного шара. Эквивалентом всего служат деньги. Деньги. Их бог деньги. И вдруг он говорит трудно богатому войти в царство Божие. Богатому деньгами. Почему? Потому что душа его прилепилась не к Богу, который дал эту жизнь, который устроил этот мир, который дал эти законы, который это дал радость нам понимать это, который сотворил человека, который все видит, осознает это и способен в своем творчестве отобразить это в живописи, поэзии, литературе, философии. И вдруг он говорит об этих вещах трудно богатому деньгами войти в царство небесное. Потому что он не о Боге думает, он думает об этих деньгах. Когда мне приходится иметь отношения с людьми, у которых много денег, я все время за ними наблюдаю. Я не вижу радости у этих людей. они все время эти деньги, многие с утра до вечера работают, деньги, а ночами я узнал, я даже не думал об этом, считают эти деньги. Они считают. И ложатся спать и думают, чтобы завтра не изменились законы, чтобы завтра никто не украл мне чего-то. человеческая душа настолько прилипляется к этим деньгам, просто потрясающе. И недавно мы встречались с нашим губернатором, губернатор говорит, я, говорит, всегда думал, что если богатые люди придут к власти, во власть придут богатые люди, станут мэрами городов, например, то эти люди начнут помогать другим людям, раздавать то, что они имеют. они, оказывается, остаются жадными. Они, говорит, ничего не отдают. Наоборот, хотят через законы, через свою власть еще приобрести больше богатства. Он говорит, я потрясен просто. Это удивительно. Это сам человек, говорит, который имеет власть. И вот мы сегодня видим с вами, что огромное количество людей богатых. Они только думают об этих деньгах. Значит, мы говорим с вами, испоминая слова Христа, говорим, трудно богатому войти в Царство Божие. Трудно. Он не сказал, что невозможно. И вдруг добавляет пример, как бы дает толкование и как притчу маленькую. Трудно богатому войти в Царство Божие. Легче, он говорит, верблюду войти в игольное ухо. Ну, как иголка? Может, войти верблюд. Но и вы не подумайте, что Христос говорит о верблюде. У моряков канат, а некий канат, называется верблюд, некий канат, толстый канат. Так вот, этому толстому канату не нитки, а толстому канату легче войти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. И добавляет еще самое главное. Последние слова страшные. Он говорит о том, что человеку вообще невозможно войти в Царство Небесное. Это возможно только Богу. И так мы с вами живем на земле, но нам никогда никто не сказал ни в школе, ни в институтах, может быть, даже родители, что мы никогда не умрем. У Победоносцева был такой министр, председатель Синода. Есть такие слова «обман нашего времени». И вот сегодня самый страшный обман нашего времени, нам никто не сказал, что мы будем жить вечно. А если нам об этом не сказали, тогда можно гулять и пить, пока есть земная жизнь. А чтобы много можно было гулять и пить, нужно воровать. Бери все, что попадается. Как один сказал, можно все брать, что не противоречит закону. Нигде же в законе не сказано, что чужую жену нельзя брать. Нигде же не сказано. поэтому гуляйте, пейте. И так человеку невозможно самому спастись. И сущность христианства заключается в этом. Христианство утверждает, что человеческая природа настолько повреждена грехом, болезнью греха, что сам человек себя спасти не может от этой болезни. Сам человек спасти себя от этой болезни не может. Что значит? Сколько бы мы профессий не имели, врачей, адвокатов, прокуроров, судей, нас никто от этой болезни не спасет. Сколько бы мы не платили, за границей будем лечиться, от этой болезни может излечить только Господь. потому что когда мы приходим в церковь, здесь мы исповедуемся, но прежде чем исповедоваться, что мы совершаем? Вхождение в церковь Бога, и Христос говорит, кто не вошел в церковь Бога, кто не родился от воды и духа, тот не войдет в царство небесное. Первое действие, войти нужно в эту церковь, как мы поступаем с вами в школу, в институт, так и здесь нужно войти в церковь. Как войти в церковь? Креститься. Но этого мало. Надо еще жить по заповедям Бога, тогда мы уже точно будем в царстве небесном, где-то будем. Но еще Господь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть, и так Он нас еще призывает к совершенству. И мы с вами имеем имена совершенных людей. Мы с вами носим имена святых. Мы имеем сегодня паспорт гражданина России, но мы имеем печать себе святого, мы имеем имя святого, которого в себе носим, и который все время перед нами как эталон показывает, какими мы должны стать святыми. И когда Победоносцев говорит, что великая ложь сегодняшнего времени, нынешнего времени, мы сегодня говорим великая ложь, людей переформатировали, указав нам на то, что самое главное в этой жизни иметь профессию или должность. или специальность. Нет, не самое главное. Самое главное, какое мы имеем, какое качество души. И еще я хочу вам сказать, когда Бог призывает нас к себе, и когда Бог нам вот заявляет вот так, как приговор выносит, со властью, Он нам показывает всем, что Бог обладает такой энергией, который никто нам дать не может на земле. Когда мы едим пищу от земли, мы имеем энергию для нашего тела, химическую, биологическую, и мы подбираем пищу, которую нам нужно съесть, но это энергия тела, а что станет с нашим телом после этой жизни, оно останется здесь на земле, и это тело соединится с землей, с такими же элементами химическими, и все, но в нас есть что-то другое, в нас не только тело, в нас не только клетки мозга и тела, клетки руки и ноги, в нас еще есть что-то очень важное, вот это и будет жить вечно, и мы с вами знаем точно, жизнь будет вечно душа наша, потому что душа переводится на наш язык жизнь, а жизнь, которую дает всему человечеству, это женщина, и имя первой женщины Ева было Ева с жизнь, женщина, Ева это женщина, женщина дает жизнь всему миру, всем людям, которые живут на земле, женщины, и вдруг мы видим с вами, что дети, которых рожают женщины, убивают своих матерей, оскорбляют своих матерей, ненавидят своих матерей, значит, нельзя нам ответить на этот вопрос, что достаточно только того образования, которое у нас есть, недостаточно, поэтому сегодня мы с вами говорим о двух путях, первый путь в Царство Божие, чтобы нам ответить, аж с нами-то что будет, что с каждым из нас будет, включая нас, епископов, священников, монахов, что с нами-то будет. Вроде бы, мы все уже оставили, все пришли к Господу, но живем ли мы даже по заповедям, не говоря о духовной жизни, по заповедям хотя бы жить? Нет, не живем, нет, не живем. Я каждый раз думаю, что, как нас в советское время повредили нашу природу, наша природа поврежденной стала грехом осуждения. С утра до вечера осуждаем друг друга. Мы уже без этого жить не можем, мы не можем без этого спать. Если мы в течение дня кого-то не съели, нам тяжело уже даже ложиться спать. Вот почему многие люди до конца смотрят телевизор. А что там показывают, вы прекрасно понимаете? Нам показывают по телевизору плоды нашей жизни. Убийство, извращение, воровство, грабежи, разбой. С утра до вечера все фильмы этим пронизан. И такое ощущение, что наступило безумие. Люди уже не думают о будущей жизни. Как будто началась агония какая-то и мы быстро, надо успеть быстро побольше набрать, больше набрать, больше. Сегодня удивительный евангельский текст. Удивительная постановка вопроса. Постановка вопроса, который все время висит над всем человечеством, над каждым поколением в течение истории всех народов. И сегодня Бога, человек, Христос в очередной раз нам дает ответ на этот самый главный вопрос, что с нами дальше будет, что нам сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, и что нам нужно сделать, чтобы стать совершенными в духе и нраве человеческой природы. Господи, вразуми нас и дай нам силы понять даже это. И дай нам, Господи, дойти в этой земной жизни до того, чтобы надеяться на то, что мы окажемся в Царстве Божьем. Наверное, самое страшное для нас, если окажется, что мы с вами уже пришли в Церковь, уже пришли, все уже, мы все уже оставили, и вдруг мы что-то не сделали. Поэтому, я думаю, нам нужно очень внимательно слушать слова Бога, который сотворил этот мир и нас, и слушать его слова о том, как же нам нужно правильно, то есть правильно прожить этот маленький отрезок земной жизни. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.